Всем привет, это глава канала Нарвлог и и вправду пообщаться, познакомиться поближе с такими местными знаменитостями как мистер Молч, то есть с Кириллом является довольно таки интересным. Что ж, начнем, сейчас поподробнее о вопросах. Здравствуйте, мистер Молч, сегодня мы вас спросим 20 вопросов. Они будут поделены на две части. Первая часть, это личностные вопросы. Как вы придумали свой никнейм? Так, всем привет, с вами мистер Молч. Никнейм изначально был придуман как игровой. В школе и после школы играл в игры онлайн, там нужен был ник. Изначально был Молчанус, потом окончание убрал, был Молч. И когда начал заниматься тиктоком, я сделал приписку мистер Молч. Ну, потому что, скажем так, мне нравится блогер мистер Мистер. Как бы хотя бы к нему приблизиться к его успеху, было бы вообще топчик. Как вы начали свою карьеру? Ну, это я пока что еще не могу назвать это карьерой. Это только начало. Да. Начал изначально, начал я просто тикток смотреть. Затем просто по приколу начал видосики снимать. А потом, когда, скажем так, начали увеличиваться подписчики, решил заняться более, скажем так, идти к тому, чтобы профессионально более как-то это делать. Какой у вас рост в просмотрах и подписчиков? Поначалу лета было более активно. Ближе к концу лета у меня, скажем так, не очень, потому что я сам меньше занимался тиктоком и больше, скажем так, жизненными делами занимался. То есть, более в реале было. То есть, и отдыхал летом туда, и как бы такого желания было. А сейчас сентября, скажем так, перезагрузка будет мистера молча, и будем смотреть тенденцию, да, как растет. Буду смотреть новые рубрики, как и насколько они популярны и тому подобное. Какие у вас есть пожелания начинающим блогерам? Кто хочет снимать, допустим, видео, там, YouTube, TikTok, да, если у вас есть какая-то идея, то не бойтесь ее снимать. Даже если вам будут говорить, что это глупая идея и тому подобное, все равно, если вам это нравится, берете и снимаете. На каждую идею, да, на каждое видео всегда найдется свой зритель. А хейтеры, они всегда будут, и также всегда будут поклонники. Так что не бойтесь и снимайте. Самое главное только вперед. Не обращайте внимания на тех, кто вам говорит, не нужно этого делать. Чем вы любите заниматься в свободное время отдельности контент-мейкера? Иногда люблю поиграть в игрушки, но это редко. Сейчас уже реже-реже. Люблю сериальчики посмотреть, просто TikTok, да, посмотреть. Сцена время провожу, гуляю, не знаю, чем-то занимаюсь. Да, всегда по-разному. Скажем так, под настроение. Какое ваше лучшее видео на любой из площадок? Я не знаю, какое на самом деле мое лучшее видео. Если по просмотрам, то можно посмотреть. Я не буду слишком долгое видео описывать. Можно посмотреть по просмотрам, конечно. А так... Больше всего мне нравится именно видео юмористически. Я смотрю, где вижу по комментариям, что людям действительно понравилось, это действительно смешно. То есть, как бы нет определенного видео лучшего. Что для вас самое сложное в создании контента? Самое сложное это идея. То есть, именно идею видео сложно. То есть, для меня не сложно идею развивать, да. То есть, сложно придумать конкретно про что будет видео. То есть, когда уже есть вот эта идея, то, да, есть от чего когда-то оттолкнуться, то есть, там уже гораздо легче. Ну, и скажу так, что я сейчас буду учиться монтажу, то есть, я плохо это умею. Вот, в плане создания видео, монтаж сложно. Пока что для меня. Какой момент в вашей карьере стал переломным? Какой момент в вашей карьере стал переломным? Ну вот, я когда работал в Риме, это получается зимой, по весне. И когда ходил по городу, я только начинал просто тикток снимать, скажем так. И ходил по городу, и когда со мной начало все больше и больше людей здороваться, и уже даже в самом магазине, ну, короче, когда вот очень-очень много людей стало меня узнавать в Нарве, это, скажем так, меня вдохновляло, и я все больше и больше начинал в этот тикток вливаться. Какое ваше любимое оборудование или софт, с которым вы работаете? Пока что я по факту только на телефон снимаю, монтаж я делаю в каткапе, либо в самом телефоне, но сейчас я вот буду монтаж сделать, так как это я буду более профессионально сейчас это учиться, все ему делать, так вот буду все делать на компьютере, и получается буду пользоваться более такими продвинутыми программами, такими как Вегас, например, вот, я хочу этому учиться. Так же каткап останется, а в плане, чтобы снимать видосы, вот это пока что я не знаю, то есть телефон получше, конечно, если я приобрету камеру, чтобы, да, получше было, а конкретно отдельное что-то, пока вот этого не знаю, еще, то есть об этом я даже пока что еще особо не задумываюсь. Делаете ли вы когда-нибудь канал на ютубе? Один канал на ютубе у меня будет детский канал, то есть это специально будет рассчитано для детей, то есть детский юмор, детские развлечения в плане игр, короче, детский контент будет конкретно для детей, то есть никаких, никакого сквернословия, никаких, никакого черного юмора и тому подобное. Так же будет ютуб-канал, но это только пока планирую, потому что ютубом пока нету времени заниматься, но ютуб-канал я буду делать такой для шортсов, да, скажем так, клон этого моего тиктока. То есть буду тогда просто видосы, которые я в тикток заливаю, также заливать просто как шортсы в этот, в ютуб, и посмотрим, как там больше развиваться. А именно вот горизонтальные видео для ютуба, возможно, да, которые, возможно, мне что-то будет приходить, ну, у меня есть, в принципе, идея, но это очень долго снимать. Возможно, да, которые видосы будут там такие, знаете, за 10 минут и больше, то есть в тиктоке это людям не нравится, очень длинные видео, то есть это, конечно, будем просто заливать, буду заливать на ютуб. Но, говорю, в плане ютуба пока что это у меня только в планах, сейчас мне конкретно нужно заняться тиктоком, и на тикток очень много времени уходит, так как помимо видео в тиктоках, помимо этого всего монтажа, еще нужно вести стримы, то есть, получается, с утра до вечера я должен быть в тиктоке, плюс еще телеграм, и вот это все, отвечать людям, это все снимать, заливать, это очень-очень много времени занимается. Будем смотреть, буду развиваться. Вторая подгруппа. Вопросы о городе Нарвы. Как вы оцениваете жизнь Нары по 10-бальной шкале? Объясните, почему? Как вы оцениваете жизнь в Нарве по 10-бальной шкале? Объясните, почему? Блин, ну Нарва город маленький, то есть, то плохо здесь, если ты что-то сделал, то, что, допустим, большинству не понравилось, это очень быстро расходится, и начинается, скажем так, своеобразный хейт, и всякая такая тичь, даже доходит до угроз, да? Ну, также, это обратная сторона, если ты что-то сделал прикольное, то это так же быстро разглядается. Что мне нравится в Нарве, очень много, скажем, грубых людей, которые, не знаю, это от зависти или от чего-то, то есть, они ненавидят то, что им непонятно, например, почему, допустим, я занимаюсь тиктоком. Допустим, если я придуриваюсь в видео, это они считают, это, допустим, это то, что я делаю, это придуриваюсь в видео, и они считают, что я как будто такой же в реальной жизни, то есть, им плевать вообще на это, то есть, они там всякую, могут говна наговорить, ну, всякую фигню наговорить, да, такой, и для них это вполне нормально. Очень много таких людей, к сожалению, в Нарве. А так, я люблю свой город, я здесь родился, я здесь живу, он красивый, хороший город, как-то так. Дам, наверное, шестерочку в плане, я говорю, отношений людей и тому подобное. Дам, наверное, шестерочку в плане, я говорю, отношений людей и тому подобное. Каково качество услуг в Нарве? То есть, интернет, обучение и так далее? Ну, я думаю, что качество обучения вполне хорошо, интернет тоже у нас очень хороший, то есть, да и вообще, сейчас мобильный интернет есть у всех, то есть, как бы, по всему городу ты можешь ходить всегда, у тебя интернет, везде все хорошо ловит. Дома Wi-Fi и домашний интернет тоже хорошие, даже сейчас все сети, я так считаю, к любой, куда ни подключить, все хорошо. Обучение в школах достойное, плюс у нас колледж есть, два училища у нас есть. Я думаю, что у нас на высоком все уровне. Я не знаю, как по десятибалльной шкале это оценить, но твердую восьмерочку точно дам. Нравится ли вам жизнь в Нарве и можно ли здесь добиться успехов? Еще раз повторюсь, жизнь в Нарве мне нравится, здесь очень красивый город, он небольшой, много есть мест, по сути, где можно развлекаться, много чем можно заняться. И если даже в Нарве чего-то нет, то это много чего есть поблизости, да, то есть, далеко ездить не нужно. Можно ли здесь добиться успехов? Успехов можно везде добиться, а если человек старается, если чего-то добивается, то неважно, где он живет, то он добьется своего. Самое главное упорство, упорство, еще раз упорство. Ну и само собой немножко, чтобы тут варило, как-то так. Есть ли у вас перспективы перебраться в другую город или страну? Почему? Ну перспективы, ну как, есть планы. Но планы перебраться в другую страну, да, я планирую в дальнейшем, в будущем. Это в Таиланд переехать. У меня там друг живет уже достаточно давно, я с ним общаюсь, и он мне рассказывает, как там жизнь, сколько, что стоит, и там подобное, как там живется. То есть, там очень классно, там всегда тепло, я люблю тепло, не люблю холод. А у нас в Эстонии постоянно холода. Единственное, что я сейчас, из-за чего я не хочу перебираться туда, потому что у меня здесь сейчас растет сын, он школьник. Как только сын достигнет определенного возраста, то я уже тогда буду свободен, скажем так, мне не нужно будет его воспитывать, он уже будет достаточно взрослый, и тогда я могу уже спокойно перебраться в другую страну. Какое, по вашему мнению, лучшее место к посещению в нашем городе? Что вы посоветуете туристам? Ну, само собой, для туристов это Нарский замок. Вот единственное, что я сейчас, не знаю, он там вроде был закрыт, сейчас, не знаю, открыт там уже или нет, там вроде как, ну, какие-то работы вышли, я не знаю, сейчас открыты или нет. О том, что туристам еще сказать? Я не знаю, просто погулять по городу. Темный сад наш, променад, такие очень красивые места. Ну, как-то вот так, а тогда можно просто по городу погулять, я не знаю, сходить в галереи. По сути, у нас не так уж и много места для туристов, но обычно к нам туристы как приезжают? Ходят по торговым центрам, как бы им туда, пока она нравится ходить. А так чисто, я не знаю, как-то так. Я не могу точно сказать. Потому что я гуляю, если я гуляю, я обычно на самокате, электросамокате обычно катаюсь. То есть у нас везде дорожки хорошо сделаны, то есть очень классно покататься. То есть зимой там, если можно сходить на эту, на Ореховую горку, там покататься, на ватрушках тоже там весело все. Ну, я скажу так, что да, как бы не то, что вымирающим, а жизнь здесь становится гораздо сложнее. То есть очень много предприятий закрывается, да, и в плане жизни и работы здесь очень тяжело становится жить. Люди, когда отучатся, да, то есть им по факту, многим просто не найти здесь работу. И приходится работать не по своей профессии, а там, где придется лишь бы заработать денег. Поэтому люди уезжают либо в большие города, либо вообще из страны уезжают в Европу. Ну, я их прекрасно понимаю. Как вы оценили бы уровень преступности и безопасности в городе Нарва? В плане безопасности, ну, днем, по сути, это безопасно. То есть это, ну, полиция довольно-таки хорошо работает. И днем вот эти зяки-бяки, да, то есть они более ведут себя культурно или просто вообще днем как-то где-то что-то, или дома сьет, или еще. А в плане ночью, то, да, как бы не совсем, скажем так, безопасно у нас нары гулять. К сожалению. То есть, ну, я думаю, что это везде так. Так. Средничок, я не могу точно сказать. Но то, что у нас очень много злых и грубых людей, это факт. Я уже на собственном примере убедился. То есть люди, которым ничего, в принципе, не делаешь, они тебе и угрожают, и тому подобное. Как-то так. Как вы относитесь к современному обществу нашего города? То есть младшее поколение людей и так далее? Слушайте, на самом деле молодежь, по большей части, мне нравится. Она занимается спортом очень многие. Это ребята занимаются спортом, да, там, ну, или еще чем-то увлекаются. То есть, знаете, как раньше, они курят в подвороте. Не, есть и такие, конечно, но в основном занимаются такими нормальными вещами. Так, так, так. Ну, и по большей части еще, что это молодежь. Ну, я думаю, что она везде такая. В интернете очень гадко ведут это. Ну, это видно. Воспитание родителей, которые родители не следят, что их дети делают в интернете. Очень много похабщины пишут и смотрят, и им это кажется весело. И они там, короче, как-то так. Как по-вашему изменилась Нарва за последние 10 лет? Как по-вашему, ну, более у нас появилось, более велосипедных дорожек, да, мест для прогулок. Парки у нас хорошие появились, да, такие, как вот на Ракфоре парк, на Герасимово там парк, да, сделали. То есть, Ореховую горку, да, там более-менее тоже, ну, все. Как бы город развивается в плане, чтобы можно было где погулять, да. То есть, как бы, ну, красиво везде все, благоустраивается, да, город. То есть, в плане торговых центров они развиваются, какие-то новые места появляются у нас, куда можно сходить, да, там новые какие-то, ну, как-то заведения, ну, как-то в этом роде, да, называть. То есть, как бы, ну, и в этом, в принципе, это, в принципе, все получается. Не могу сказать, что конкретно что-то прям такое грандиозное у нас новое появилось, по сути, нет. Только все благоустраивается. То, что было, у нас просто благоустраивается или улучшается. Как бы вы описали Нарва человеку, который никогда здесь не был? Маленький такой провинциальный городок с небольшим населением. Здесь город для более спокойной жизни, не как в больших городах, да, там, где изгибит, все носятся, гигантское движение. Здесь более так все спокойно, особенно заметно, что днем-то вроде еще такое-то, знаешь, движение такое, а вечером посмотришь, так все тихо, спокойно. Мало, мало кто ходит, везде мало машин. Для более такой спокойной жизни. Ну, и еще раз говорю, что работы становится все меньше, людей становится тоже меньше, все отучатся и уезжают. Как-то так. Я думаю, что приезжим людям здесь не особо понравится, только если они с конкретной целью какой-то приедут, допустим. Может, какой-то бизнес открыть здесь жить или учиться сюда приедут, да, то есть у нас хороший колледж. Потом у нас этот училище, это МВД училище новое, которое построили, вот я про него забыл. То есть чисто на обучение, если приехать. А в плане работы, как-то, ну, я не знаю, как-то так. А так у нас вполне хорошенький город. Так, значит, что есть какие-то вопросы по поводу вопросов. В принципе, вопросов у меня нету. Где-то я тут видел что-то про YouTube или где-то я в другом месте это видел. А, я, походу, пропустил видео, это вопрос, не отвечал. Нет, походу. А, да, пропустил вопрос про YouTube. Сделайте вы когда-либо канал на YouTube, да, там смокируйте это, туда это перенесете. Спасибо за просмотр, спасибо за интервью, спасибо за то, что на меня внимание обратили. Подписывайтесь на меня, будьте со мной, развивайтесь со мной, делитесь с друзьями. Всем хорошего настроения, всех люблю, всем пока-пока. Спасибо за просмотр, надеюсь, вы приятно провели время. Еще раз большое спасибо Кириллу за данное интервью. Постараемся больше делать и таких роликов в формате Narva Life. Спасибо большое за просмотр еще раз. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok